Если говорить просто, то криптовалюта – это электронные деньги. В отличие от обычных номиналов, они не имеют никакого физического воплощения и не привязаны ни к одной стране или какому-либо физическому эквиваленту. Главные принципы этой валюты – свобода и анонимность. Именно поэтому она привлекает все больше и больше людей с каждым днем. «Биткоин хорошо себя позиционировал как анонимная валюта, на которой нет регуляции, поэтому многим людям было интересно хранить свой капитал без ведома от кого-то, делать кому-то какие-то оплаты. Черный рынок много начал использовать биткоин». Если вначале один биткоин стоил меньше цента, то на сегодня почти 3000 долларов за штуку. Криптовалюту можно как покупать за реальные деньги, так и добывать. Во втором случае вам понадобится специализированная программа и мощный компьютер. Можно обойтись даже без монитора, вычисления проводит сама машина. Их суть заключается в поиске ключа для зашифрованного блока. Только награду получает лишь тот, кто найдет его первым. «Вероятность добыть блок самому очень низка, потому что, грубо говоря, ты соотносишься ко всей вычислительной мощности сети. И это есть твой шанс, вот это соотношение, это есть твой шанс добыть блок один. Поэтому создаются так называемые пулы. Это там, где много людей, объединяются, это обычно веб-площадки, и добывают вместе этот блок». Чем больше пользователей в сети, тем выше сложность вычислений. Так алгоритм защищает валюту от обесценивания. К тому же со временем появляется все больше альтернатив биткоину, которые направлены не на коммерческие вычисления, а на обычные. Наиболее динамично развивающейся является валюта эфириум. Многие уже проявляют к ней пристальный интерес. «Получили поддержку таких крупных компаний, как Microsoft, Intel, которые хотят использовать платформу эфириума в своих распределенных проектах. Например, также Швейцария изучает возможность перевода своего реестра земельных участков». Отследить криптовалюту предоставляется возможным лишь до номера кошелька, но он не привязан к каким-либо личным данным владельца. Так что это идеальный выбор для тех, кому есть что скрывать. Может, именно поэтому биткоины и пользуются популярностью среди депутатов. А вот обналичие же деньги в интернете уже давно не составляет сложности. Да и в некоторых городах действуют обменники. А для обрушения системы обесценивания криптовалюты существуют лишь теоретические варианты, которые крайне сложно воплотить в жизнь. А вот стоит ли переводить свои сбережения в интернет – решать уже вам.